Ребята, здорово! Всех с праздником наступающим! Так, побегал я тут в МФ, поприкалывался. Ну, в целом нормально. Если 7к жижи собираешь, 6к, ну 2-3 дивана точно падают. Ну, неплохо. Ну, полу МФ такой. Так что, ну короче, нормально. Но бьют сильно. И дефенс надо. Хороший. Либо одеваться в лучников. Ну, и не обязательно в лучников. Либо, ну, Headhunter, тогда там можно надуваться. Ну, в целом нормально. Как бы, играть можно. Так что, кто хочет играть в МФ, делайте фулл МФ. Но можно и без МФ бегать. Бегал Аббис и все, что попалось. И все. Ну, короче, нормально. Плюс-минус. Пойдет. Играть можно. Но уже тоже надоело. Я люблю разные виды контента. Ну, и, короче, вот. Че тут я подзамутил. Тот Трикстер. Ой, Трикстер. Чем, про которого я рассказывал. Он, сука, оказывается, стоит, сука, миллион, блядь. Кто его распиарил, я вообще не знаю. Это Крит-версия. Там, блядь, парадоксики по 40 диванов. Когда они там стоили. Короче, жестко. Ну, Форбиден и ладно. Их можно выкинуть. Я их выкинул. 45 там диванов. Короче, бред какие-то цены. Вольчеры там на импейлы. Короче, вообще ценники неадекватные. Тут за три вещи, блядь, 120 диванов. Ну, ну, ну его нафиг. Милишник. Только новый гир, да. И не знаю, кто его распиарил. Ну, короче, по итогу. Тупо дорого. Из-за этого я начал его делать. И потом посмотрел, думаю, ну его нафиг. Ну, и пришла мысль. И такой сижу и думаю. Трикстер, молтен страйк. Типа у него тоже есть, да, не мисс. И такой сижу и думаю. Это тоже не крит-версия. Так. Мультистрайк не работает. Конк эффект ему тоже нельзя. Ну ладно, поставим так для наглядности вот это, допустим. Ну и допустим, даже если вот так, как в том побе. Я такой сижу, думаю, гир построен на лайтинг-уроне. Где у него тут лайтинг-урон? 34. Тысячи, что ли? На 527 тысяч? Лайтинг-демедж. Ну, то есть молтен страйк бустит. Ну и по итогу я такой сижу и думаю, ни хера себе. А вообще так-то кроме молтен страйка не дамажит на лайтинг-урон. Ну, вообще. На плоских... На плоских уронах. Но молтен бустит любые плоские урона. Там можно его по-разному собирать. И через там конверт в фаерфхаус. И через лайтинг. А, через колл даже его можно собрать. Через дэк стакер, да. Но он будет слабый и хилый. Но вообще можно. Ну, то есть и по итогу, да, откуда, блядь, когда с энергия идет на импейлах. Без крита и в принципе, но хуже, чем молтен страйк. Ну и посидел, я подумал. И переделал ту крит-версию. И удешевил я, конечно. Конечно, упростил. Вот. Но... Дипс, да, подсел. Так, это шахта у меня. Это не шахта. Под шахту можно вот эту ставить. Штуку. Ну, это такой простенький билд. По гиру я его. Где-то за 180 можно собрать. Ну и как в будущем, может, я его буду рассматривать, ликстартер. Если не изменят его. Ну, скорее всего, его и не изменят. Его апнули. Вот. А буншаттер сейчас, конечно, более слабее. Ну, играть можно. Но если сейчас сравнивать милишников, да. Более такие адекватные. Что тот не крит, что тот не крит. Ну, и примерно общие показатели, как бы. Ну, наверное, да. Вот. Либо буншаттер, либо вот этот. Но этот по всем параметрам будет сильнее. Ну, и по итогу, вот в не крит версии. На мече фрактурном. Как я и говорил еще давно там. Ну, там был гир другой, молтен страйк. Фрактурный меч, блядь, за два хаоса. Корсарс ворд, блядь. Ну, он не два стоят, его же сейчас крафтить надо. Но суть фрактура, я имею в виду. Без парадоксик. Нахуй 40 диванов. Чифорбиден и выкинул. Без них тоже все будет нормально. Ну, и по итогу. Не все, что оттуда ушло под дивсу, типа плохо. Но тут я добавил другие приколы. То есть я тут ебанул. Клира будет больше. На мапы. Ну, и так как это более стартер, я его упростил. Ну, не совсем прям стартер. Конечно, там стартерские сборки будут другие. Но вообще, как бы перспектива. Потому что я играл на этом скиле. Я знаю, как он работает. Но он раньше, после шести ударов, надо было возврат делать. Это был каличный скилл. Дрочильный. То есть шесть ударов возврат. Шесть ударов возврат. И, ну, короче, фигня. А сейчас его изменили. Ну, и вот, и по итогу. Тут у меня так все влезло. Я еще подумал, а хули бы не засунуть вот такую шапочку ему. А эта шапочка работает только на тех билдах, у кого плоские дефенсы. То есть, когда у вас там 90 арес, мейджблад и такое вот. Она дает примерно в шахте, по моим ощущениям. То есть, так это стандартная форта. Вот, ее даже можно не ставить. Ну, где-то вот так она дает. А если бы моды были там, допустим, 3х3, ну, 2х3 пентом, да, что-то такое. Еще и крит. А если бы у вас дефенсы не было открыта? Ну, в принципе, можно брать пантеон. Ну, наверное, вот так. Ну, да, это под молтеншеллом, конечно. Вот. Но попа ее не видит. И как бы, суть этой шапки, нужны плоские дефенсы. Она будет работать только на жирном билде. Особо разницы не заметите. И, скорее всего, в большинство случаев, конечно, выгоднее собраться в сапресс и сделать там физпереводы. Ну, это в большинстве случаев. Я отношусь к меньшинству. Потому что я знаю, как делать и другие дефенсы. И без сапрессов. И можно сделать и 90 рез. Зачем сапресс? Не обязательно. Главное, резы закрыть. Фортой, там, фласками, еще чем-нибудь. И нормально будет. Везде свои плюсы и минусы. И еще замутил вот это кольцо. И по итогу я посидел, подтыкал так. Выйдет он на мапу. Ну, да, ему здесь даже хп-фласку не надо будет. И когда он начнет бегать в мапы... Ну, скилл вы сами посмотрите. Я пока только в побе могу рассказать. Гира, я тут уже... Гира подкрафтил. Ну, так неплохо, как в побе, можно сказать. Ну, плюс-минус тут. Че тут? Чуть меньше. То есть, вот я всегда, как делаю в побе... Вот у меня. Вот я скрафтил. Ну, плюс-минус, у меня чуть хуже, блядь. Боты вот я делал. Накосячил. Забыл, блядь. Взял, кинул экс, блядь. А заблочил броню. Мне прокнуло, сука, хп, блядь. Ну, их сейчас можно перекрафтить было. Она была блочить хп и кидать текст. Короче, затупил, ну, думаю, ладно. То есть, это мой косяк. Ну, с первого раза прокнули. Мув спиды, как, здесь. Да, чуваки, мне еще писали комментарии. А как ты, говорит, авоиды сделал, если у тебя нет сапресса? А че, блядь, если нет авоидов, значит... Сапресса, значит, авоиды нельзя сделать. Ебать логика, блядь. 23 плюс 32 боты. 55, 20 ветка. И плюс 25 щит, блядь. Вот ветка, 100%. Их, причем здесь сапресс, блядь, и авоиды. Как вообще можно играть, блядь, в пое без авоидов? Джагу я их делал вообще по-другому. У Чемпа на молтин страйке я их делал по-другому. У Трикстера по-другому. У Трикстера вообще здесь авоид. Чилов фриза, блядь. У Джага вот здесь авоид. Он чил чуть-чуть, как бы его напрягает, но почти не напрягает. Но фриз встроенный. То есть вас ебнут и могут вам кинуть фриз. Но вы... То есть Джагу я не делал. Ни чил, ни фриз. Но можно фриз сделать с ботинок. Я думал, он вообще игнорит. Там не, чуть-чуть. Но обычным билдам надо делать. А Трикстер вообще игнорит, нахуй, полностью, блядь. И чил, и фриз, и замедление, и всю хуйню. Это два гира такие. И по итогу у меня стоял Tempo Shield, чил, фриз отсюда, блядь. А когда у Трикстера там 90 файерез, блядь. 5 тысяч оверлич, блядь, 15к. Энергощита. Да нахуй ему это того, это игнорит, а не обосрался. А, еще и эти. Фласс сустейна файер. Ну то есть там такое файер. Его там даже аул, блядь, если ему ебнет на тысячу делва, блядь. Если он даже пробьет его, то игнорит аул пиздец какой может вешать. Он, короче, по итогу вот. Кому как. Некру я вот сделал. Некру я сделал. Чил, фриз отсюда. Ой, фриз отсюда. Чил отсюда я взял. Tempo Shield у меня дает шок. Tempo Shield, где у меня Tempo Shield? Вот, Tempo Shield шок. А на игнорит я забил хуй, потому что у Гира, блядь, 82 макс реза, 90 хаос хибака. Ну и на крайняк у меня есть фласка. Ну то есть меня игнорит даже в... А, еще и блока 75, 75 и реген, блядь, полторы тысячи. Ну нахуй мне этот игнорит ему. Даже Мэферу не нужен. Хотя у Мэфера стоит пурить элемент. Ну потому что тут пришлось мне, да. В обычном Гире, нахуй, она не нужна, пурить элемент здесь. Но в Мэфе так, бегал, раздувал. Ладно, это тема про авоиды. То есть я говорю, их можно сделать по-разному. И частично. Вообще можно делать не авоид, а ослабление, там шок. Эффекта, можно так делать. С ботинок докрафчивать 40%, либо там с перчаток. И брать, блядь, пантеон вот этот. Вот этот. Но где есть усиление шока, но это... Новый контент бывает, могут пробить. Ну и неудобно то, что вы привязываете мелкий пантеон, блядь. А особенно на ХК-лигах часто юзать на вот этот, от Блида. Бывает, Гир у вас может быть настолько жирный, блядь. И бывает, да, вы от Блида можете ёбнуться. И на мапах чаще всего вот этот. Но либо, если от Блида есть, вообще я бы юзал. Ещё бы, наверное, и от Пойзона. Если у вас 75 резов, то, блядь, бывает какая-то хуйня Пойзон вешает. И бывают, да, такие мобы. Ну, короче, моментов много. Рипнуться можно не только, блядь, от спела, а от всего, что угодно. Ладно, тема про Авоиды. Ну и вот я заобузил шапочку. То есть по итогу вот она, да, будет давать. Ну, где-то вот так. Чтобы, если уж Попу её, блядь, видел, вот её будет вот так. Но это в моём гире так. То есть чем больше, тем лучше. Дефанса. Особенно в шахте это вообще имба. Если вы можете собраться на неё. И она вам не во вред. То есть она мне не во вред. Блядь, она мне здесь дала и резерв, и всё дала. Да, кстати, наставник я выкинул, блядь, инлайтен. Охуеть, он стоит 30, блядь. Экзов, нахуй. Ой, экзов диванов, блядь. То есть по итогу эта шапка мне дала всё. В той шапке тоже было. Но то, что там было, оно мне и не нужно. В основном и резервы. А у ЕГЭМ у меня также был. И чуть-чуть физперевода. Да ему здесь физперевод не нужен. Всё, то есть она мне по сути всё дала. Да, да, я потерял ХП. Ну, блядь. Против того, что что она даёт, это пиздец. Именно вот здесь. Вот. Сейчас ещё покажу. Ну вот, СТД бил. Тут тоже эта шапка стоит. Ну, это для Делва там. До 15-ти, до 20-ти тысяч. Так. Молтен шелл. Да, молтен шелла нет. Ну, а вот этому челлу она даёт на глубине. То есть стандартную у неё форта. Вот. Ну, он её как бы видит. Ну, наверное, она даёт вот так. Примерно. Потому что чувак, аулов которых бодал, блядь, и быков нахуй. Под бык там, он когда он в ярости, на 15 тысяч Делва. И когда у него 2, 3, 4 экстры, он вас просто въёбывает с удара. У него там такой фаер дэмэдж и физ дэмэдж, блядь. Что просто пиздец, блядь. Короче, там он шотает, блядь, арморстакеров, мирронных за 40 мироров, у которых трансенденс, блядь. И по 20, там 30, сколько они там лямов делают армора. Один ху он их шотает, блядь. А этого чемпани шотает, блядь. Ну да, тут ещё уклон. А уклон в Делве имба. Но он не просто имба, а чтоб он был закрыт. А если ещё брать вот это, то вот примерно у него бы была разовая тычка вот такая для Делва. Но это под Молтеншеллом. Вот разовая тычка. А потом она будет меньше. То есть чем жирнее гир, тем больше шапка даёт. В общей сумме она как бы накладывает. По сути у ней дефенс бесконечный. Чем у вас будет жирнее гир, тем она будет давать больше, 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 больше. Вот. А как это вычислить, я хуево знаю. Я тестил на биомах, я как делал. И аулов ещё давно, год назад. Ну я не мог убить аула. Там ещё не было ни максрезов, ни мелдингов. Там вообще, может даже больше года назад, когда там её выпустили. Блядь, ну всё, там аул просто сумасшедший. У него там криты, две экстры, пен, блядь, френзи. Он всё, он меня просто уже с удара убивал. Но я говорю, там гир был старый, это, он вообще, я его только ещё изучал там. Блядь, поставил шапку и уебал аула, блядь. Как может, блядь, гир поставить уник, блядь, и убить монстра с первого раза? Против, блядь, когда просто этот аул, ну убивал меня всё. Вот он два френзи получает и пиздец у него там атак спид, блядь, сто процентов, наверное. Два, три френзи сорок пять. Атак спиды он сло, даже больше. И пиздец, ну короче, моды вообще там злые, что он меня уже не то, что с ауе, блядь, убивал, а просто с удара, блядь. А хотя, ну, обычный удар Делгир должен держать. Ну, если, конечно, там уже не супер глубоко. Ну и вот, она у меня влезла, блядь, на ней поиграть. Ну, сука, она не влазит у меня никуда, блядь. То резов не хватает, джагу её вообще хуй поставишь, блядь. У неё физконверты нужны. Тоже у неё там свои нюансы с резами там напряга. То есть тут всё влезло. Криты я убрал, да, блядь, урона будет меньше. В крит сборке больше. Ну, сука, он и дешевле, блядь, на 150, на 200 диванов. Может ещё и больше. И по итогу тут Дефонс будет ещё больше. А я в любом случае бурю Делф, и я стартую через Делф. Но это не обязательно. Если я на 600 Делфе живу в любых модах, 3x3 пены, значит этот гир автоматически он будет закрывать и весь остальной контент. Может не всех там Уверов, зависит от скилла, ну и от ДПСа. Конечно, ДПС для Уверов с точки зрения мал. Ну, закрыть он их закроет, ну хуёво. А та бы сборка Уверов бы шотнула. Но по итогу вот, разменял Дирс. Убрал ценник. То есть всегда есть сравнение, у меня всегда есть сравнение. Просто так я нихуя не делаю. Если у меня та сборка, сука, висит с 55 лямами, то я хуй буду собирать, блядь, сборка ту же, которая не будет чем-то другим преобладать. То есть вот такая у меня жестокая логика, блядь. Засунул больше Дефанса. Ну да, выставим вот так. Ну ладно, может даже так. Плюс-минус, я точно не знаю. Ну где-то так, короче. А, ну и да, и клир добавится, то что адреналин. Ну и по итогу, если на всех рейджах, чё он будет лётать? 162, ну спида для маппинга. И скилл этот чистит. Ну вы посмотрите в Ютубе. Вот. Там есть чуваки и по 100 лямов. Ну у них там Дефанс, конечно, плохой. Хаосов там нету. Ну то есть это так. Чисто Уберов там шотнуть, а по итогу, ну то есть другие контенты он будет плохо переть. И колерспид там хуже. Здесь будет колерспид больше. А в любом случае надо бегать мапы, чистить мапы. Вы же не всегда боссов бьёте, правильно? Большинство людей чистят мапы. То есть чем быстрее билд, тем он как бы лучше. Мне нравятся быстрые билды. Я люблю, когда билд ебашит. У меня некор вон бегает 180 мувспид. У него нет мишблада, блядь. То есть мапы чистит вообще. Ну если не брать никакие механики, просто 2 минуты нахуй пролетает. Ну с механикой, конечно, дольше. Но круто, короче, круто. Вот. Такие вот дефансы, блядь. Форта. Переводы. Максрезы. Физ-переводы есть. Армор. Авоиды. Эвэйджен. Ну эвэйджен он не навредит. Для Делва не навредит. А вот сапресс забейте, он нахуй не поможет вам. Все монстры, которые профитные, они бьют атакой. На них сапресс не работает. От того, что вы будете стоять там на биоме жить, смысла нет. Это именно с точки зрения Делва. Лучше сделать плоские редюсы, лесы и ебануть уклон, если лезет. Уклон в Делве просто имба. С плоскими лесами и редюсами. Уклон дает как будто, блядь, еще сверху там, я не знаю, 50%, 70% даже дефанса. Вот. Ну против там аулов, быков, эссенции и все самые профитные. А толку то, что вы биомы бегаете. Ну и нахер они нужны. В Делве профит не только с обычных биомов. В основном с других источников. Ну и этот весь дефанс тоже будет работать. Как бы и в других контентах. Просто я по шахте сравниваю дефанс. Я люблю сравнивать по шахте дефанс. Мне нравится. Конечно, если сюда сапресс бы засунуть, для уберов было бы круто. Тогда его бы бить, уберы бы не били. Да, ну и сустейны, получается, будут с кольца рекуб. Он не блочится, кстати, даже модами, которые выключают регены. Фласс сустейн будет. А они тут работать будут нормально с пяти флассок. Мастери будет регенить. Плюс чуть-чуть регена. Ну дигена нету. Ну и плюс вот будет лич и инстант лич. В АФК вставать и бить. Ну я думаю, должен жить на 800, может, до 1000. Я думаю, должен жить на биомах, на лютых биомах там с экстрами. Но надо потестить будет, конечно. Но я уже примерно понимаю дефанс. Потому что у меня у Джага, вот у Джага, дефанс был один в один. У меня также стоял Летал Прайд, также. Но у Джага армора больше, и физперевода больше. Вот это еще до кучи было. Вот. Форт у Джага есть, да. Она как бы в файтах работает, если там в межфазу босс не ушел. У чем по стабильно? Но! У Джага не было фласс сустейна. У меня здесь еще фласс сустейн. И у Джага не было уклона. Вот в чем дело. Но у Джага было регена больше. То есть как бы плюс... А, и еще тут у них же шлем, да. У Джага у них шлема не было. Но это в любом случае сильнее, чем Джаг. Вообще сто процентов и скилл удобнее. Посмотрите. Вот. Короче, вот этого гира я, ну, уже почти собрал. А тот гир нафиг я не буду делать. Дорого. Та сборка, ну, сильнее, конечно, по дипсу. Ну, а по клиру это зато лучше и по дефенсу. Так что скоро доделаю. Может, до праздников успею. Может, после праздников. Сделаю видосы. Савабу вообще интересно, как получилось. Вот. Четыре, блядь, поба, нахуй, сидел, блядь, ночами. Чтобы ту переделать. Сборку. Потом ее еще перекручивал там несколько раз. И вот сегодня еще пришла мысль, блядь. И по итогу даже в некрит-версии нихуя, блядь, получается нормально. Ну, и вот этот линк я не знаю. Я не уверен. Вот. Че он дает. Может, лучше будет поп считать дипс его, что ли. Я хер его знаю от как. То есть, это я уже буду тестить. Я никому не верю и не доверяю, что там, кто как юзает. Я буду всегда сам тестить. Блядь, просто с меймом-то вот бы как было. То есть, мейм вообще-то... Плюс он усиленный мейм. А с камня он должен увеличивать и входящий физ-урон еще и замедление. Скорее всего. Либо просто замедление, что ли. Но, скорее всего, общий. Раньше усиление мейма было на другом качестве. А сейчас вот какой. Плюс мобов замедлять будет. То есть, я не знаю, как... Это может на маппингах, типа, что ли. Но я видел, чуваки юзают. Но не все. Вот в чем дело. А это на соло. Ну, то есть, по итогу, один хуй он тут когда будет на всех приколах, если под рейджами, блядь. Под этим. В Делве. Когда адреналин будет прокать. Ну, ебать, тут гипса. Но этого хватит вполне. До 800 Делва. Пиздец, еще и с таким клиром, нахуй. Как бы. Ну, это чисто для шахты. Вот. Так-то он, нахер, конечно, не нужен. В шахте встал, и все. Просто стоишь по кругу и бьешь. Вообще, имба. Ебать, он дает за свои. Еще и карабты с него можно взять. Хорошие. Но, обычно, дорогие карабты стоят неадекватно. Выгоднее их скупить и самому сделать. Но, как бы, можно и добрать. Карат, блат, типа, что-то с такого. Когда есть выбор, да. Но не у всех есть выбор. Бывает, отсюда берут. Ну, отсюда можно взять поизон снижения дюрейшн. Тоже, не знаю, надо будет тестить. Пантеоны тут вообще можно брать любые. Но этот не нужен. Иммун крита. Скорее всего, вот этот. А мелкий херово знает. От поизона взять, чтобы, блядь, поизон там не ебал. И эти моды не обходить, и все. 77 хаоса, ну пойдет. Плюс шапка будет работать. Шакари, нахуй, брать, наверное, для шахты, и все. И не парится. А на боссах вот этот. Все. Ну, если на уберов, то на фласки. Ебать, там фласк сустейн. Будет лютейший. И регенить фласка будет. За нажатие сразу фулл хп. Можно. Но дипса маловато для уберов. Это не будет работать, это не будет, и это не всегда работать будет. Так что...